Приветствую вас друзья, на связи с вами снова Куликов Сергей, он же Маяк. В этом видео я хочу показать вам очередной обзор, очередной довольно-таки интересной колоды. Особенно интересна история ее создания. Эту колоду назвали Charity Watcher. В прошлом месяце, в месяце августе, пользователь с ником Антон Соколов выиграл эту колоду и дал добро на то, чтобы я сделал на нее обзор. Так вот, Антону отдельное спасибо, а мы переходим и смотрим. Что же, друзья, давайте посмотрим, как выглядит колода Charity Watcher. Вообще, давайте разберемся, что такое Charity Watcher. Вы думаете, это название отдельно выпущенной колоды? Нет, это не отдельно выпущенная колода. Charity Watcher это, как вот здесь написано, на коробочке. Это некоммерческая организация, которая занимается поставками чистой и сохранением питьевой воды для людей в развивающиеся страны. Здесь указан самый сайт charitywatcher.org. Я предлагаю прямо сейчас перейти на этот сайт и посмотреть, что это за организация. Окей, друзья, вот мы с вами зашли на сайт Charity Watcher. Сразу же обратите ваше внимание, здесь вот эта эмблема желтой канистры, которую мы видим на колоде, которую мы с вами посмотрим на колоде. Вот здесь вот есть перечень их, значит, ну, а нас там, дни рождения, годные проекты, почему вода, история и так далее. То есть здесь вот вы можете полистать, здесь вот какие-то их мероприятия, всякие вот какие-то статьи здесь. Здесь можно какую-то благотворительность сделать, что-то купить, по-моему, купить воду или еще что-то такое. Вот так, можете полистать вот эти вкладочки. Здесь, например, вот можете посмотреть страны, в которых они работают. Ну, то есть обратите внимание, это в основном страны Африки, то есть там как бы люди больше всего нуждаются, да. Это страна Боливия, Южной Америки, страны Латинской Америки, ну и страны Азии, там Индия, Камбоджа, Бангладеш, Паткистан, Непал и так далее. То есть можно вот это все здесь посмотреть, вот такой вот сайт этой некоммерческой организации Черити Боджа. Итак, как мы видели, да, это дело очень благородное, то есть питьевой воды не хватает очень многим людям на планете. И эти ребята как бы занимаются поставками этой воды в развивающиеся страны третьего мира. Хочу сказать, что двум миллионам людей они уже помогли, причем помогли в 19 странах, то есть это очень офигенный показатель. Ну что же, колода эта выпускалась в студии Теория 11, выпускалась она ограниченным тиражом. Все деньги, вырученные из продажи этой колод, пошли в фонд Charity Watcher. Ну, на эти деньги, соответственно, они закупали оборудование и питьевую воду для поставки, оборудование для поставки воды и саму, значит, питьевую воду. Так, колода была выпущена ограниченным тиражом, как я уже сказал, и эти деньги, значит, помогали решать проблемы чистой воды. В основном эта проблема в Африке у нас находится. Ну что же, у нас, как мы видим на обложечке, сама коробочка у нас такого матового цвета, такая темно-темно-синего. Надпись Charity Watcher и изображение вот этой вот желтой канистры ихнего логотипа. То же самое с торца, с торцов. Снизу эмблемка Теория 11, потому что именно они участвовали в производстве этой колоды. Ну и здесь вот такая надпись о том, что это не коммерческая организация. Здесь на язычке написано, что около 800 миллионов людей не имеют достаточной питьевой воды. Откроем наши карты. Хочу сказать, что в этой колоде нету джокеров. В этой колоде джокеры отсутствуют. Но здесь есть 4 карты, которые рассказывают именно о проблеме вот этой вот отсутствия питьевой воды. Итак, первая карта называется Play Cards for Clone Water. Что переводится примерно как Играй в карты для чистой воды. И здесь вот такой вот перечень идет. Три вещи, которыми ты можешь помочь. То есть первая это Fernraise, то есть это привлечение средств. Donate, пожертвования. И Spread the World, то есть распространение слова. То есть рассказывать о кризисе в мире, о том, что не хватает воды. Вот такая вот у нас первая карта. Вторая карта. У нас нарисован такой вот улыбающийся негритенок с этой как раз желтой канистрой. И здесь написано, что дети в развивающихся странах тратят около 3 часов в день на сбор чистой воды. Ну, не чистой, а просто на сбор воды. И проект воды, который построен в их сообществе, дает им время, чтобы пойти в школу и получить образование. То есть, видите, когда вода в достаточном количестве, то дети начинают ходить в школу, получать образование, а не тратить это время на поиски воды, которая к тому же еще и грязная. Третья карта у нас вот такая вот женщина нарисована здесь, тоже с этой же желтой канистрой. И здесь такая вот также надпись идет у нас о том, что женщины собирают воду в два раза чаще, чем мужчины. И также опять, значит, проект, вот этот вот водный проект, построенный в их сообществе, дает им время, чтобы заботиться о семьях и получать доход. То есть, они не тратят время также на поиски воды, а занимаются как бы своими женскими там делами, обустраивают семью и так далее. Ну и последняя карта. У нас здесь изображена такая вот бутылка с грязной водой, которую они пьют. Вот и написано, что 4100 детей умирают каждый день от болезней, связанных с водой. Помоги. Вот такие вот 4 карты. Сами карты давайте посмотрим. Как я сказал, Джокеров уже здесь нету, поэтому здесь мы можем посмотреть отдельно только лишь Пикового Туза. Вот таким вот образом он изображен у нас здесь. То есть, он изображен из ряда рисунков, которые как бы показывают проблему воды. Ну, как я думаю, в Африке, потому что здесь в основном континент африканский везде нарисован. То есть, если поближе присмотреться, видите, Африка, 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 да? То есть, тут вот кран какой-то изображен, люди с этими канистричками куда-то бегут, лопаты, бактерии. Кто-то ползет без воды, кто-то со стаканом стоит, с протянутым. Ну, здесь эмблема красного, ну, не красного креста, а просто креста. В общем, такой вот набор рисунков, который получает у нас Пиковую Масть. Давайте сразу посмотрим на рубашку. Да, эта колода, хочу сказать, есть еще в желтом варианте. То есть, здесь мы видим голубенький цвет, есть еще в желтом варианте. Что нарисовано на рубашке? Ну, на рубашке у нас нарисованы те самые канистры, которые изображены на эмблеме Charity Watch. Вот такая вот рубашечка. Очень красивая такая, очень прикольная. Что касается самих карт. Сами карты у нас все классические. Изображение старших лиц классическое. Ну, есть, конечно, вот эта фишка от Теории 11, когда рисунки чуть затемнены. Затемнены. То есть, если я возьму, к примеру, карты НОК с классической расцветкой. Сейчас, Апикового Валета найду. Вот он. То обратите внимание, то, что у нас на картах Charity Watch цвета чуть темнее. То есть, красный цвет более бордовый такой, синий такой более темно-синий. Ну, единственное, что желтый оставили желтым, обычно они меняют на золотистый. Но, тем не менее, как бы изменения есть. Вот такие вот изменения в колоде Charity Watch. Ну, собственно, в Теории 11 всегда такая практика была. Изображения, как я уже сказал, классические. Красный цвет также чуть затемнен. То есть, если я возьму классические цвета на НОКах, на вторых, да? То есть, обратите внимание, здесь красный цвет на Charity Watch темнее. Ну, также бубновые масти изображения, все классика. Крестовые масти изображения, все классика. Червовые масти также все классические изображения. Колода, кстати, по ощущениям такая она эластичная. Какую же колода? А, она напоминает колоду Blue Crown. То есть, карты вообще вот... Вот я пролистываю всю колоду и вот каждую карту ощущаю, да? То есть, у меня пролистываются они очень легко. Хорошо гнутся. То есть, тасуются вообще на ура. Верятся отлично. То есть, по ощущениям колода вообще клевая. То есть, качество бумаги здесь прямо на высоте. То есть, если вы хотите совершить благородное дело, да? Пожертвовать денег на покупку водички, то советую купить вам эту колоду, пока они еще остались в продаже. Тем самым, вы и карты себе хорошие купите, и доброе дело сделаете. Ну что ж, друзья. Собственно, это все, что я хотел сказать вам по этой колоде. На связи с вами был Куликов Сергей. Да, кому эта колода показалась интересной, кто хочет сделать доброе дело и одновременно купить себе хорошие карты, то ссылочку на покупку этих карт я оставлю в описании к этому видео. Ну, на этом у меня все. С вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока.